Здравствуйте! Вы на канале Шмагля Резидент и Алинас Хоум Гарден. Сегодня 5 сентября и у нас уборка урожая. Ну, к концу дня я покажу вам итоговый урожай, что я собрала, сколько собрала своего урожая и что успела собрать. Ну, вот такие у нас еще помидоры. Много очень помидоров, баклажан, перца и всего-всего. Я буду убирать и траву, и все, и гнилые помидоры, и кусты. Все буду убирать и выбрасывать. Ну, что, успею сегодня, может быть, завтра еще буду. Ну, что ж, идемте дальше. Сегодня 5 сентября и уже вечер. Вот такой урожай собрала помидор, бедро, почти полное, вот такое большое ядро. Вот такая корзина полная, другая корзина, почти полная. Вот такие синенькие, немножко кабачков, немножко огурчика, а то на улице. И вот столько баклажан. Смотрите, какой баклажан большой. Вот. И вот такие баклажаны. Ну, эти мои самые любимые на гриле, очень вкусные. Длинные вот такие. Конечно, баклажаны еще будет много, помидоры. Ну, можно сказать, что это основной урожай. Как бы синтятский урожай такой уже так много не будет, но соберем еще перца. Завтра соберу и в теплицу огурцы. Мама будет собрать. Ну, вот такую красоту собрала я. Мои огородные радости. Продолжаю я свой обзор. Сегодня уже 6 сентября. И продолжаем уборку урожая. Вчера успела только помидоры собрать. И то не все. Так как мы не только этим занимались, но еще и убирали все лишнее, что высохло. И сегодня продолжаю собирать. Вчера немножко кабачков собрали, баклажаны, помидоры, но забыли еще про одну грядочку. И придется мне сегодня еще там убирать помидоры. Немножко на улице огурчиков, которые выросли, к теплице еще не добралось. Ну что ж, потом в конце покажу итог, сколько собрала я перца. Ну что ж, друзья, 6 сентября. Вот такая корзина острого перца собрала. Вот такие две корзинки сладкого перца. И вот столько еще огурчиков. Немножко из теплицы, а тут уже с улицы, которые у меня там есть. Ну и вот такой итоговый августовско-сентябрьский урожай. Посмотрим к концу сентября, что я еще смогу собрать. Надеюсь, перец еще остался, помидоры остались. Огурцы еще в теплице растут. Так что посмотрим к концу сентября, будет ли у меня урожай или вот этот последний урожай. Такой урожай собрали мы за 5 и 6 сентября. Вот такой у нас урожай помидор, огурцов, перца сладкого, горького, синеньких и кабачков и петрушки. Но сейчас пойдем по порядку. Вот эти две корзины сладкого перца. В этих корзинах вмещается одно ведро в одну корзину, одно ведро. Значит выходит, ну может быть не сверху, а такие два ведра перца. Вот таких как оранжевое ведро у меня. Два ведра полных, синеньких. Вот столько кабачков. Вот таких оранжевых ведер. Три ведра помидор. И одно ведро огурцов. Огурцы немножко из теплицы, остальные солятся. И я все вырвала и выпрыстила. Так что остались у меня еще огурцы в теплице. И там очень много маленьких огурчиков. И вот такая корзина горького перца. Я думаю вот этого пол ведра, то и больше перца горького. И еще очень много осталось. Вот такой урожай у меня на 6 сентября. Можно сказать итоговый урожай. Конец августа, начало сентября. Так как 8 августа я собирала помидоры. Я показывала. Два ведра у меня было помидор, перец. Тоже баклажаны немножко были. Огурчики были. Так что где-то через 2 недели опять у меня такой урожай. Помидоры там еще есть. Я не все до собрала. Сейчас пойду до собираю. Может там небольшое ведерко будет еще помидор. И вот такая петрушка. А сейчас только осталось все это переработать. Самая такая нелюбимая мной работа. Я не люблю перерабатывать овощи, но придется. Вот такие состав баклажан у меня. Вот смотрите. Моя рука. Тоже баклажан. Второй сорт вот такие. Ну, хочу сказать, что это не первый мой урожай. Я уже собираю, извиняюсь, третий или четвертый раз. И это в начале сентября. На 6 сентября вот столько баклажан я собрала. Вот такие огроменные. Урожай большой. И еще там будет. Покажу в конце сентября урожай. Ну и третий. Третий сорт вот такой. Длинненькие. Вот. Какие у нас они длинненькие. Мне они нравятся чем, что их на гриле можно жарить. Очень вкусные на гриле они. И урожай я с них начала собирать еще с начала июля. Уже в 4 раза или что я снимала. В 4 или это 5 раз. И, конечно, у меня еще будут баклажаны. В конце сентября еще я сниму урожай баклажанов. Покажу. Вот такой урожай у меня баклажанов. И сегодня 7 сентября. И у меня вот такой есть огородик. Я его вам еще не показывала. Этот огородик у меня из самосева. Насеялись помидоры и тыквы здесь сами по себе. Ну как сами по себе. У нас в прошлом году здесь были куры. Не куры, а цыплята. У нас была здесь для них клетка. Ну и я им бросала все. Все отходы с моего огорода. Что сгнило, что тыквы плохие. Ну все плохое. И вот посмотрите, что здесь творится. Я и одного кустика не сажала. Здесь у меня помидоры растут, цветут. Так что в сентябре я буду еще с помидорчиками. И сейчас покажу вам вот здесь один куст тыквы. Вот какая тыква выросла. Посмотрите, самосева. Сама вылезла, сама выросла. И сейчас это ну среди помидор один кустик тыквы. А сейчас пойдем я вам покажу в другом месте сколько у меня тыквы. Вот она аж сюда полезла тыква. Вот смотрите, я здесь уже клетку. Это тепличка моя здесь стоит. И вот моя тыква. Смотрите, как цветет она. И вот маленькие тыквы. Вот тыква. Это мой огород сам по себе растет. Никто его здесь не сажал. Вот посмотрите, какие тыквы здесь. Вот такой. Вот такой. Цветет. Будет тепло еще. И будет вести. И вот помидоры мои. А то с другой стороны я вам показываю. Да браться, сюда тяжело. Вот посмотрите. Помидоры. Здесь я вообще-то поставила на следующий год. Хочу сделать грядку для картошки. Ну так как помидоры в этом году сами по себе здесь росли. И вот помидорчики. Вот такая. А там сколько упало. Вот прямо лежат все на полу. А это на домик полезли. И лезут вверх, вверх, вверх. Здесь у нас курочки. Ну вот такие дела огородные. Здесь у нас виноградник. Здесь еще два куста. Траву надорвали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть кустов винограда здесь у нас. На следующий год я хочу здесь сделать клумбу. Такую красивую. Здесь у меня пока посажены лилейники между виноградом. И там земляничка из леса. И вот красавец куст. Это азалия. В этом году она не цвела. Не знаю почему. Но в этом году она очень хорошо разрослась. Надеюсь, что на следующий год очень красиво будет цвести. Обязательно покажу. Ну с этой стороны я вам еще не показывала свой огородик и цветник. Вот здесь кто может мне сказать, что это за ягоды. Это дикие ягоды? Или это ягоды съедобные? Вот такие листочки. Вообще, что это за кустик? Я его хотела убрать. Он себе здесь сам по себе растет. Правда, мы несколько раз его убирали. А потом решила оставить. Он весной такими меленькими, беленькими цветочками цветет. А сейчас на нем вот такие ягодки. Может, вот листочки такие. Может, кто-то знает и сможет подсказать. Пожалуйста, напишите мне в комментариях. Не пугайтесь моему беспорядку. Мы здесь подделки-переделки делаем. Сын мне немножко помогает. Вот он в этом году на хомскуле сидит. И камни все, которые я выкопала, пока делала свои грядки и цветники. Вот какая гора камней. Можно дом построить. И вот так мои огородики и теплица смотрятся. Вот так выглядят мои баклажаны после сбора урожая. Они от тяжести плодов прямо завалились. Ну, надеюсь, что они распавятся и еще будет урожай баклажан. Вот так у меня помидоры на грядках еще выглядят. Я их подняла. Тоже очень высокие. Перцы тоже завалились. Я их немножко подвязала. Куст. Помидоры самосева. Еще много помидорчиков на нем. Согнулся под тяжестью. И идем в мою теплицу. Не в очень таком хорошем состоянии. Но здесь еще много огурчиков. Вы сейчас посмотрите. Рыжик. Ты что в теплице делаешь? А? Ого. 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 баклажанчиков хочу пожелать вам теплой осени чтобы осень вас радовала урожаю хотя уже основные урожаю собраты я думаю что в этом году была урожайная осень и благословений вам а самое главное мир в наши дома